Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. 63 года назад карачаевцы вернулись на свою историческую родину. Глава Карачаево-Черкесия возложил цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Карачаевске. Количество зараженных коронавирусных инфекций в Карачаево-Черкесии продолжает расти. Вместе с тем и увеличивается количество выздоровевших. Информация из оперативного штаба. Картофель, лук, мука, рис, сахар и другие продукты. Около 700 нуждающихся семей Карачаевского городского округа получили социальный пакет от главы республики Рашида Тимрезова. А многодетные семьи Карачаево-Черкесии в преддверии дня семьи получили саженцы. Около 10 тысяч деревьев пустят свои корни в садах и огородах жителей республики. 3 мая исполнилось 63 года со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину. В день возрождения глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов возложил цветы к мемориалу жертвам политических репрессий карачаевского народа в городе Карачаевске. А после все собравшиеся вместе с МУФТием Карачаево-Черкесии и Смейл Хаджибердиевым завершили обряд дуа по погибшим землякам. Председатель общественной организации Карачаи Алан Халк Руслан Хабов подчеркнул, что в этот день каждый вспоминает тех, кто погиб в пути, и тех, кто сумел выстоять и пройти все испытания переселения. Очень важно, чтобы подрастающее поколение не забывало те ужасные страницы истории своего народа, ценило мир и стремилось к развитию и процветанию. Ко мне имеет вот этот праздник прямое отношение, потому что я, ну, как бы в силу возраста был молодой, особо меня лишения, невзгоды не коснулись, но лично для меня радость в том, что я воспитывался, хоть и родился в Казахстане, но воспитывался на родине, на наших традициях, на наших законах, в порядках. Родители мои нашли друг друга в Средней Азии. Поэтому я очень волнуюсь каждый раз 3 мая, когда этот праздник отмечает вся наша республика. Очень волнительно, что наконец-то народ был реабилитирован и достиг своей мечты. Также глава республики посетил музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Рашид Тимреза вместе с председателем Совета ветеранов Карачаевск-Каракайом Алиевым возложил цветы к вечному огню. После в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны посадили тополь победы, привезенный из города Героя Волгограда. Тополь является одним из символов воинской доблести, мужества и героизма поколений победителей. В свою очередь, председатель Совета федеранов ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев подчеркнул, что такие акции – это память храбрости и подвигу советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Мы вместе все делаем для процветания Карачаева-Черкесии. Именно в этот такой праздничный день, накануне Великой Победы 75-летия, посадили Рашид Бориспиевич, посадил дерево, тополь победы. Это символично. И это говорит о том, что будет всегда мир, войны не будет, а будет мир и процветание всех народов, всей России. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в республике растет. Среди заболевших есть молодые люди, отмечают врачи. Поэтому необходимо в майские праздники соблюдать меры самоизоляции. По данным оперативного штаба республики, на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 441 случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 11 новых случаев за последние сутки. На стационарном лечении находятся 208 человек. Остальные проходят лечение дома. Растет число и выздоровевших. Выздоровевшие у нас за последние сутки зарегистрировано плюс 13 новых случаев. Это жители города Черкеска 10 случаев. И по одному случаю из Малокарачаевского района, Ногайского и Карачаевского районов. И всего с начала пандемии у нас число выздоровевших увеличилось и достигло 35 случаев. Необходимо еще отметить и тот факт, что по-прежнему надо строго соблюдать принципы самоизоляции. Потому что мы отмечаем за последнее время увеличение числа больных молодого возраста. Из 11 новых случаев, которые зарегистрированы за прошедшие сутки, 6 – это молодые люди до 40 лет. Глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов увеличил в два раза региональные доплаты медикам, работающим с COVID-19. Соответственно, региональным доплатам врачам увеличено с 30 до 60 тысяч рублей. Медсестрам – с 25 до 50 и младшему персоналу – с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федерального и регионального выплат, размер заработной платы за месяц Карачаева-Черкесия составит для врачей 183 тысячи 800 рублей, для среднего персонала – 122 тысячи 400 рублей и младшего персонала – 82 тысячи 890 рублей. Все медицинские работники республики, которые работают в госпиталях с коронавирусными больными, с начала пандемии получат за апрель уже повышенные региональные выплаты с 6 мая. МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. До конца суток, 4 мая, а также 5 и 6 мая, местами на территории республики ожидается сильный дождь с грозой градом. И прогноз погоды от синоптиков. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии небольшой дождь, местами будет сильный с грозой. Температура воздуха ночью плюс 6, днем плюс 12. А в горах ночью до плюс 7, а днем до плюс 11. В Черкесске небольшой дождь и гроза. Температура ночью плюс 11, а днем 20 градусов выше нуля. Это «Вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Распределить по всему Карачаевскому городскому округу социальный пакет, ахватить как можно больше семей, нуждающихся в поддержке и никого не пропустить. Такой ответственной и нужной работой сейчас занимается Управление труда и социального развития администрации Карачаевска. Все подробности у Аллы Динаевой. Сотрудники Управления труда и социального развития Карачаевска, работники социального обслуживания населения, фасуют по пакетам картофель, лук, муку, рис, сахар и другие продукты питания для семей, которые нуждаются в этой поддержке. Сегодня пришли на помощь и волонтеры. А ответ студентки Карина Джезаевой на вопрос, что подтолкнуло стать волонтером, просто и понятен. Во время эпидемии, пандемии люди нуждаются в этом. Почему, если есть такая возможность, не помочь людям? Помочь людям, доставить им домой продукты приехала и руководитель общества слепых Карачаевска Эльвира Брюхина. Заботится о своих подопечных и Мадина Кономатова, которая руководит реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья, дорогой добра. Я приехала сюда, чтобы для своих подопечных получить эту материальную помощь в виде продуктов питания. Почти 7 тонн сахара, 8,5 тонн картофеля, 8 тонн риса и столько же муки поступила от главы республики Рашида Тимрезова в Карачаевский городской округ. Поступила продукция от главы КЧР, от Рашида Борисовича Тимрезова, для поддержки малоимущих слоев населения. Такие категории мы охватили, как многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, дети-опекаемых родителей, одинокие пенсионеры и просто малоимущие граждане. На сегодняшний день у нас список примерно около 700 граждан мы охватили, 700 семей. Глава поселка Марай-Агэ Аслан Шайлиев вместе с сотрудниками администрации по составленным спискам развозят продукты питания жителям. Дедушка Хаджики Шиба Ирамкулов с супругой Муфти Умаровной проживают в поселке Марай-Агэ. «Самоизоляция, мы сидим дома, сидим дома. У кого дома кошечка, собачка, козочки, эти люди не болеют, говорят. Вот так, нет, серьезно, я в интернете прочитала. А у вас питомцы есть? Да, у меня кошка и кот. Кошка уже старая, сидит дома. А котик молодой, красивый, очень умный». Помощь распределили нуждающимся семьям населенных пунктов Карачаевского городского округа. А это поселки Малокурганы, Марай-Агэ, Орженикидзовский, Эльбрусский, Домбай, Карачаевский, Циберда. В управлении социального развития Карачаевска с 8 утра и до 21 часа работает телефон горячей линии 8 878 79 227 32. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. По решению министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александра Мельниченко, сотрудники органов внутренних дел оказывают помощь малобеспеченным семьям. Мероприятия направлены именно на малолетних детей. Сотрудники полиции совместно с работниками муниципалитета побывали с кратковременными визитами в семьях и передали им коробки с детским питанием. Всего охвачено более 1200 семей. Таким образом, МВД продолжила свою акцию «Время добра», которая стартовала в середине апреля. Мы надеемся, что данное мероприятие, которое проводится от чистого сердца, поможет этим семьям. Подобную помощь оказывают и другие организации, в том числе добровольческие. Мы полностью поддерживаем данную работу и рассчитываем, что к ней присоединятся и другие, отметил министр внутренних дел Александр Мельниченко. Многодетные семьи республики в преддверии дня семьи получили приятный подарок от главы Карачаева-Черкесии. 10 тысяч саженцев отправились во все города и районы нашей республики. Подробности у Руслана Джукаева. Инициатором акции выступил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. По его поручению было закуплено 10 тысяч плодовых саженцев для семей, у которых 4 и более детей. Прямо с территории предприятия сады Карачаева-Черкесии саженцы отправились в районы и города. В дома многодетных семей. Их в нашей республике больше двух тысяч. Сады Карачаева-Черкесии поддержали данную акцию и выделили на Карачаево-Черкесскую республику 10 тысяч саженцев. В данной акции мы выделяем саженцы многодетным семьям, для того, чтобы они вместе со своими детьми высадили наши саженцы на своих приусадебных участках. И уже на следующий год получили высоколасные фрукты и наслаждались ими. В многодетной семье Кубековых из икон Халка четверо детей. И подарок от главы республики очень их порадовал. Ранее по программе «Молодая семья» Кубековы получили земельный участок и построили дом. И поэтому саженцы пригодились. Ведь дерево – одно из составляющих элементов крепкой семьи. Хороший старт для развития садоводства у себя во дворе. Сегодня в рамках акции на День семьи, который у нас будет проходить в мае месяце, по поручению главы нашей республики Темирадова Рашида Борисовича, вручаем вам вот такие вот саженцы. Желаем, чтобы у вас вот эти детишки, вот каждое посаде сегодня вот эти саженцы, чтобы вот они выросли на благо вашей семьи. Пусть все семьи новые цветут, как наши новые деревья. Посадку решили не откладывать, и дружной командой все принялись сажать молодые деревья. И уже через год маленькие хозяева сада смогут собрать свой первый урожай. Руслан Жукаев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был понедельник Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Черное море». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Всем прибывшим в Карачаево, Черкесскую республику, из субъектов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо сообщить о своем прибытии в Единый информационный центр в Карачаевой Черкесской республике по телефону горячей линии 8 800 201 26 70. Все прибывшие должны избегать любых контактов с другими лицами и обязаны провести 14 дней в самоизоляции. Если вы знаете о других гражданах, прибывших в республику и с территорий с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, также сообщайте об этом факте по телефону 8 800 201 26 70. Уважаемые жители Карачаева, Черкесии, соблюдайте все меры безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и оставайтесь дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok